Бизнесмена Сергея Шатила берут под стражу прямо в здании суда. Таков итог более чем двухлетнего следствия, предварительного и судебного. Нельзя сказать, что сам коммерсант и его близкие рассчитывали на хэппи-энд, но все же ожидали условный срок. Тем более, что на оглашении приговора их вначале ждал приятный сюрприз. Обвинение в коммерческом подкупе было снято. Их действия охватывают составом объективной стороной указанного преступления. Квалификация их действий по статье 204 Уголовного кодекса Российской Федерации является излишне обмененной и подлежит исключению из обвинения указанных подсудимых. Громкое уголовное дело берет свое начало в 2017 году. По версии следствия, фирма, которая принадлежит бизнесмену Шатила, заключила соглашение с другой коммерческой организацией. Согласно договору, вторая компания не должна была участвовать в электронном аукционе по обслуживанию медицинского оборудования. Компания Шатила выиграла торги и заключила контракты с 23 региональными медучреждениями. Преступную схему раскрыли сотрудники ФСБ и Федеральной антимонопольной службы. В конечном итоге сторона гособвинения запросила реальные сроки для пятерых подсудимых. Двум из семей подсудимых государственное обвинение полагает возможно назначить наказание в виде лишения свободы условно. Кроме того, государственное обвинение просило суд назначить дополнительные наказания. Это сотрудникам коммерческих организаций в виде штрафов и должностным лицам министерства в виде лишения права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения. В итоге за решетку отправились только двое фигурантов дела. Владелец коммерческой фирмы Сергей Шатила и бывший заместитель министра здравоохранения Самарской области Альберт Новосардзян. Первый получил три с половиной года колонии общего режима по статье «Ограничение конкуренции». Второй – три года за превышение должностных полномочий. Остальные отделались условными сроками. Сторона защиты Сергея Шатила намерена обжаловать решение суда. Считаем, конечно, его несправедливым и негуманным отчасти, потому что никакими материалами дела, необходимость брать под стражу, соответственно, не доказана и не обоснована. Проговор будет, безусловно, обжалован, но когда мы получим хотя бы на руки. Напомним, что имя Сергея Шатила стало известно благодаря резонансному делу блогеров. Несколько лет назад Дмитрий Бегун, Наталья Умярова и Олег Иванец вымогали у бизнесмена деньги. В конечном итоге их признали виновными в совершении преступления и отправили за решетку. Кроме того, Шатила вложил средства в строительство Самарского кардиоцентра. Анатолий Головко, Максим Гусев. События.